Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня также 5 апреля. И вот только что я рассказывала о том, как нужно исправить рассаду, то есть разрезать. Так как я еще раз повторю, у меня сейчас длинной такой переросшей рассады нет. И тем более, когда ее разрезаешь, поставишь в воду, это надо какое-то время на укоренение. Но в прошлом году я это делала, и сейчас дальше вы увидите, какие корни дает вот такая обрезанная рассада, как быстро она адаптируется, снова начинает рост. Все это прошлогодние видео, потому что нынче, я еще раз говорю, у меня еще нет такой рассады, но у некоторых проблема эта уже существует. Так что вот в прошлогодних видео посмотрите, как я разрезаю, как она потом дает корни, как все это происходит. Еще раз говорю, что я резала в прошлом году только ту рассаду, которую после высадки в грунт осталось лишнее. Я всегда сею на запасы, вдруг замерзнет, вдруг сломается. Ничего не случилось, рассада осталась. И вот эта рано посеянная рассада, ее довести до открытого грунта в хорошем состоянии, в нормальном качестве, ее никак нельзя. Только резать, только так ее можно сохранить. Все, смотрите. Почему хочется мне их оставить? Потому что вы понимаете, что они уже взрослые, и они дадут урожай. Вот они, кисточки. Конечно, намного раньше, чем те, которые высеяны второй уже волной. Второй волной у меня очень много. Они стоят крепкие, толстые такие, коренастые, хорошие. Но у них нет еще ни цветочных кистей, ничего. А вот эти вот помидорки, мне кажется, они когда после укоренения дадут намного больше, ну как раньше, урожай. Они же раннего посева. Ну и вот одна девушка уже написала после того видеокомментарий, что нижняя часть, верхняя хорошо плодоносит, а нижняя часть дает мало плодов. Как она написала, попробуйте, если вам отрезать голову, ну и что типа ничего хорошего не будет. Но вот я ей написала, ответила, что мы же делаем это только в экстренных случаях. Конечно, никто не будет хорошую, прекрасную, коренастую, такую стоячую рассаду резать. Мы режем ту рассаду, которая без этого никак не доживет и не выживет. Вот у меня, вы видите, что они валяются. Вот лежат уже, все переплелись. И сорт хороший, и посеяна рано, но просто они оказались лишние, не пригодились. Сеяла на запас, на случай, там дополнительной подсадки или чего-то. Но обошлась без них, все места в теплице заняты. А куда им деваться? Они вот у них уже даже, смотрите, даже на степлях уже дополнительные корни. Они хотят расти дальше, хотят жить. Я, конечно, дам им шанс, оставлю их. И потом вам покажу, какой урожай будет с обрезанных верхушек, и какой урожай будет с тех, которые я посадила, ну просто корнями необрезанными. Некоторые говорят, что вот такие обрезанные верхушки дают еще даже больше урожай. Ну а нижние, если сохранятся, если вырастут хорошо, то вырастут. А если не вырастут, будут, ну как-то плохо развиваться. Ну останутся, просто у меня останется вот это же количество костиков, которое было здесь в лотке. Их тут, по-моему, 30 было. Просто верхушечная часть, все. Вот я сейчас, где у меня ножницы-то, я сейчас все эти томаты обрезаю. Я обрезаю не считая, потому что я еще раз повторяю, что мне важны не нижние части, а только вот эти вот вершинные верхушечки. Вот я сейчас вот эти верхушечки все соберу, поставлю. И через сколько дней потом они появятся у них. Вот хорошая верхушечка. Может быть, даже выберу только толстые хорошие верхушки. Все. Продолжаю резать рассаду. И еще раз говорю, что режем я, режу только в исключительных, в экстремальных случаях, когда уже с ней ничего больше не сделаешь, вот как сейчас. Вот она лишняя осталась, выбросить рука не поднимается. И жалко, что она уже с бутонами. Я сейчас попробую все-таки ее укоренить, вот так обрезанную, и с нее получить урожай в открытом грунте. Хотя она была посеяна для теплицы, но ей там не хватило места. До свидания. С вами Ольга Чернова. Еще одно видео на тему режем томаты. Вот я сейчас всю лишнюю рассаду пущу под нож. Всю разрежу и потом посажу в открытый грунт. Все. Все помнят, как я 27 апреля, тот, кто видел, резала свои томаты переросшие и поставила их в банку с водой. Многие даже возмущались, зачем я так делаю, шестокий метод. Но я была очень удивлена, потому что есть специальный такой метод. Есть люди, которые выращивают только вот так вот через резание, жесткой пикировкой. И они всегда говорят, что урожай у них хороший, но я сделала это вынужденно. И сейчас вот этот коротенький-коротенький минутный ролик, только для того, чтобы показать, как хорошо уже мои томаты дали корни. Это было 27-го. Буквально на третий день у них выросли корни. Вчера было 1 мая, я уж не стала снимать, выкладывать, вроде праздничный день. Но вот сегодня я сейчас приготовила для них почву, такую хорошую, жирненькую. Приготовила стаканчики. Я сейчас их укореню в стаканчики. И это будут прекрасные, сильные растения. Смотрите, у них какая корневая система. Я смогу их высадить в самые ранние сроки, в открытый грунт, под укрывное какое-то, под пленочку, под метканку. Потому что это уже взрослые растения. Видите, они цветут, уже зацвели меня. Так что я надеюсь получить с них очень ранний урожай. Несмотря на то, что она была вытянувшаяся от сады, ее пришлось резать. Вот такой стала вытянувшаяся рассада, которую я резала 4 дня назад. Сейчас ее буду укоренять.